Любители походить по лесу с лукошком в этом году смогли полностью удовлетворить свои потребности. Грибной сезон 2019 начался с первых дней осени и только сейчас подходит к своему логическому завершению. За такой большой промежуток времени для настоящих грибников на тихой охоте было где развернуться. Белый гриб, сыроежка, маслята и многие другие заполнили кладовые тихих охотников. А вот по каким критериям определить хороший гриб от плохого рассказали брещане. Я, например, знаю 32 гриба съедобных в Беларуси и поэтому мне в лесу очень приятно и интересно, но не все грибы я беру. Надо взять любой гриб, который смотрится более-менее и попробовать языком. Если он горький, то можно сразу выбрасывать. Я вроде как разбираюсь в грибах, можно их языком на шляпку снизу попробовать. Если она не горькая, значит гриб в 90% случаев будет съедобный. Конкретные правила по сбору грибов не прописаны, но главное – никогда не брать гриб, в котором не уверен на 100%. Кроме того, опасно долго хранить необработанные дары леса, так как появляется почти незаметная, но очень токсичная гниль. Из-за того, что грибы накапливают различные вредные вещества, лучше не собирать их вблизи оживленных трасс и в районах с повышенной радиацией. Несмотря на то, что ежегодно мы даем информацию о отравлении грибами, как их избежать, как профилактику провести этого нехорошего осложнения, к сожалению, ежегодно около 80-50 отравлений грибами происходит по обрезке области. Грибы – очень тяжелый продукт, поэтому не рекомендуется добавлять его в пищу детей и пожилых людей, а также тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Особенно осторожно нужно быть в отношении сыроежек, ведь их так легко спутать с бледной поганкой. Очень тяжелое отравление с летальным исходом – это отравление бледной поганкой. Мы их боимся, скажем так, прежде всего, и, к сожалению, это практически стопроцентная летальность. В этом году отравление было у семьи, мужчина погиб, муж погиб, а только благодаря медработникам, благодаря пересадке печени удалось спасти маленького ребенка и женщину. Для того, чтобы обезопасить себя, можно приобрести грибы на рынке, где лесных красавцев проверяют на содержание радионуклидов, да и сами грибники стараются собрать только самое лучшее. – Определяю очень хорошо, я плохого никогда не возьму, и червивого не возьму. Где червивеньки, я его посмотрела, положила, мохом прикрыла, пусть размножается на следующий год, чтобы урожай хороший был.